Новости на СТВ в студии Елена Михайловская. Добрый вечер. И в начале коротко о главном. Завидные кадры для белорусских компаний и золотой запас творческой элиты. Глава государства встретился с талантливой молодежью страны. Алексей Мартиненок расскажет подробнее. Без двух минут трагедии. На Гомельщине трое малолетних детей оказались в горячем автомобиле. Подробности в материале Александра Добрияна. Удобство и комфорт на пути к знаниям. МАЗ готов изготовить 60 школьных автобусов уже к 1 сентября. Чем они будут отличаться от обычных маршрутных? Модельный ряд оценила Ольга Юрудь. Ошибка на 200 миллионов рублей. Кассир по ошибке обменяла 2300 долларов как 23 тысячи. Завидные кадры для белорусских компаний и золотой запас творческой элиты. Глава государства встретился с талантливой молодежью страны. Президент особо подчеркнул, что Беларусь ожидает идей и проектов, которые выведут нашу экономику, культуру, науку на более высокий уровень развития. Государство всегда поддержит такие начинания. Продолжит Алексей Мартиненок. Встреча президента с талантливой молодежью уже стала традиционной. Ежегодно во Дворце Республики собираются лауреаты международных конкурсов, победители фестивалей, призеры Олимпиад. Без преувеличения будущее страны. Большинство сегодняшних гостей впервые на мероприятии такого высокого уровня. Школьники и студенты немного волнуются, но понимают, что оказались в числе избранных не случайно. Ведь сегодня нельзя сказать, что награда нашла героев. Молодые люди сами ее заработали. Ежедневным трудом. В прошлом году белорусские школьники на международной арене положили в копилку более 50 медалей. Ну, во-первых, я очень волнуюсь. Это для меня, конечно, первый раз. Получил такую награду. И хочу сказать, что такая награда, это для меня стимул для того, чтобы работать дальше, достигать каких-то новых высот, побеждать на новых конкурсах. И для нашей стороны, естественно. Я хочу закончить медицинский университет, стать хорошим врачом. На педиатрическом факультете учусь. Я очень люблю детей, поэтому для меня очень важно именно пока что в карьере как-то себя реализовать. Встреча с президентом началась с фото на память. Дальше традиционный сладкий стол для ребят и их учителей. Где глава государства еще раз напомнил, как в апрельском послании белорусскому народу и парламенту была четко определена стратегия обновления страны, которая основана на экономике знаний, модернизации производства и, что особенно важно, в выдвижении на ключевые посты в госаппарате, науке и на предприятиях активных и творческих людей. В решении этих задач главная ставка сделана на молодежь. Все, что задумано, мы будем делать прежде всего ради нее, с вашим участием и вашими руками. Вам предстоит направить способности и интеллект на создание и внедрение новейших информационных, нано-био и других высоких технологий, чтобы наша страна вышла на передовые рубежи инновационного развития и заняла свою нишу в глобальной экономике знаний. Президент отметил, что в Беларуси есть все условия для того, чтобы молодежь смогла себя реализовать. Воспитанием новых талантов занимаются почти 800 гимназий, лицеев, школ искусств, десятки тысяч кружков, студий и научных обществ. Проявить гражданскую позицию можно совместно с БРСМ, проекты которого поддерживаются государством. Для вас открыты сотни дорог. Ищите, творите, рискуйте, совершайте открытие. Каждый из вас, конечно же, неповторимая и яркая личность. Смело идите к поставленной цене, добивайтесь задуманного упорным трудом и помните о моральной ответственности таланта перед людьми. Как сказал выдающийся физик Альберт Эйнштейн, пусть идеалами, освещающими ваш путь, станут добро, красота и истина. Чуть позже Александр Лукашенко вручил награды лауреатам президентских фондов и финалистам телепроекта «Я пою». К слову, в стране созданы сразу два специальных фонда поддержки талантливой молодежи. Министерство образования отвечает за физиков и химиков. Это одаренные учащиеся и студенты. Министерство культуры за лириков, которые проявляют себя в искусстве. Порядка 300 человек получают в течение года те или иные награды и поощрения фонда. Это не только награда, которая выручается, например, лауреату или стипендии, премии, но есть и такие виды поощрений, как стажировки. Чуть позже взяли слово и сами лауреаты. Получилось довольно непринужденное общение. Александр Данилов не так давно занял второе место на седьмых Бельфийских играх стран-участниц СНГ. Парень и не скрывает, надеялся на медаль достоинством повыше. Я смотрю, ты переживаешь. Ты второе место занял, да? Да. Знаете, мне даже немножко неудобно. Наверное, тебя там засудили, а? Нет, нет. Объективно? В принципе, все объективно. Что, лучше был кто-то? Ну, поскольку я был самый маленький, то... То-то терпимо. Ну, да. Ну, таки не расстраивайся. Ну, то есть, вроде представил страну достойно, но хотелось большего. Это хорошо. Это правильно. Торжественную часть встречи продолжили выступления лауреатов от творчества. Своими вокальными талантами блеснули молодые солисты. Чудеса пластики продемонстрировали гимнасты и танцоры. На бис от Алены Ланской прозвучала и песня, которой была представлена Беларусь на недавнем конкурсе Евровидения. К слову, к его итогам глава государства призвал относиться спокойно. Как бы ни выступил наш представитель на таких публичных мероприятиях, которые смотрят миллионы и миллионы зрителей, мы должны это очень и очень ценить. Тем более, что наш представитель, наша девушка выглядела очень выгодно во многих отношениях на этом конкурсе. Всегда надо спокойно воспринимать подобные результаты. Я знаю, Ален, твою реакцию на результаты голосования в России. Можешь свой актив записать 12 баллов, не меньше. Это говорит о том, насколько не просто политизирован подобный конкурс, а насколько он фальсифицирован. Фальсифицировать голосование этого конкурса не составляет абсолютно никакого труда. Более того, вы, наверное, уже, кто следит за средствами массовой информации, увидели на примере одной из стран. Там уже разгорелся целый скандал по поводу фальсификации итогов голосования. Все очень просто. Мы это пережили в свое время. И Алена тоже. В ее судьбе это уже было. Когда шло голосование внутри нашей страны, по-моему, позапрошлым или в прошлом году, когда мне пришлось вмешиваться. Вот подобным образом подтасовываются результаты. И соответствующие результаты выдаются другим странам. Я не говорю уже о географическом голосовании, еще там о чем-то. Поэтому надо воспринимать все спокойно, объективно. И слушать и наслаждаться той музыкой и тем исполнителем, который представляет ту или иную песню. Я это говорю для того, чтобы вы вот встретитесь с Аленой, и она вам расскажет. Она уже не в одном конкурсе участвовала и побеждала в этих конкурсах. Объективно побеждала. И вот здесь выступал. Саша тебя зовут, да? Саша выступал. Я вижу по его глазам, как он разочарован. Мне тоже это знакомо. Поверьте мне, не в таких баталиях проходилось участвовать и проигрывать. Не только выигрывать. На глазах миллионов людей и оскорбляли, и унижали. Я вам сказал, надо идти к своей цели. Ни в коем случае не останавливаться и не сдаваться. Вы должны идти к своей цели. Если вы будете талантливы и будете почивать на лаврах, которые вы, ну, в какое-то время получили. Вот та же Алена, она выиграла престижный конкурс на Славянском базаре. Вот легла бы тихонько в углу и почивала на лаврах. Заслуженная артистка. Совсем еще ребенок, можно сказать, а уже заслуженная. Ну и что? Ну, наверное, через пару лет уже бы ее и забыли. Нет, это очень большой труд. Начиная, то есть, злополучные несчастные диеты и спортивных упражнений и заканчивая музыкой, пением и так далее и тому подобное. Это вам она лучше расскажет и убедит в том, что нигде, никогда, ни на каком этапе своей жизни не надо унывать. Не надо опускать руки. Ваши поражения должны быть новым стартом к вашим победам. Вот так, Саша, надо рассматривать второе место. Ну, а то, что ты так это воспринимаешь, это залог того, при том на 95% минимум, что ты будешь победителем в этой жизни. Дополнительные условия для одаренной молодежи в Беларуси создаются постоянно. Например, в этом году школьники-победители конкурсов, которые проводятся под эгидой Минобразования и Министерства культуры, будут зачисляться в любой класс гимназии или лицея без вступительных испытаний. Именно во время таких состязаний открываются новые звездные имена, которые впоследствии становятся творческой и интеллектуальной элитой страны. Алексей Мартиненок, Валерий Науменко, Сергей Капустин, телекомпания СТВ. Сегодня же ребят чествовали в галерее Михаила Савицкого. Им вручены свидетельства и нагрудные знаки специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. За достижения в искусстве в прошлом году поощрены около 300 юных дарований и 15 коллективов. Фонд поддерживает также стажировками и путевками на престижные международные конкурсы. Многие из лауреатов буквально на днях вернулись с очередными наградами из Новосибирска с восьмых открытых молодежных дельфийских игр. Мне вдвойне, наверное, приятно подарить вам одну из тех работ, с которыми я взяла в золотые дни. Я решила, что надо отблагодарить все-таки министра за такие возможности, потому что не в каждой стране есть такие вот конкурсы, возможности не везде предоставляются. Я участвовала в дельфийских играх в первый раз, но заняла второе место. Ну и считаю, что это очень большое достижение для меня. У нас существует 486 школ искусства, что у нас есть 21 колледж, среднее специальное заведение, три высших учебных заведения, различного рода кружки по интересам, художественное образование, художественное воспитание. Это все свидетельствует о том, насколько бережно, насколько системно наша страна относится к поддержке нашей талантливой молодежи. Удобство и комфорт на пути к знаниям. По 10 новых автобусов к 1 сентября получит каждая область. Их изготовит МАС по госпрограмме «Школьный автобус». Сейчас идут консультации с Банком развития по выполнению этого соцпроекта, который в апреле президент поручил освоить председателю правления банка. По программе в течение пяти лет транспортом для подвозки учеников в сельской местности должны обеспечить полностью. Образцы новых автобусов оценила Ольга Еруть. Ранний подъем и несколько километров до знаний. Несмотря на зной или мороз, в Кировскую школу Витебского района больше 10 учеников ежедневно добираются на рейсовых автобусах. В 6.40 выхожу, иду, минут 30 еще потом сажусь, приезжаю на рейсовый автобус в старое село. Минут 10 еду до школы. В будущем году в школе пополнения еще 20 малышей из окрестных деревень станут учениками. Поэтому вопрос с транспортом здесь стоит особо остро. Деревня Княжица, это деревня Хоотиничьи, где детям приходится от своих домов порядка километра идти пешком до рейсового автобуса в Витебске, старое село. Кроме этого, деревня Дымовщина, которая тоже расположена вдалеке от трассы. Школьный автобус – это выход из создавшейся ситуации. 60 автобусов по 10 в каждую область. Минский автомобильный завод готов изготовить уже к 1 сентября. Образцы уже есть. Школьники так прозвали этот автобус. 22 пассажирских кресла. У каждого ремни безопасности. Есть поручни и место для рюкзаков и сумок. Единственное ограничение – это по скорости. 60 км в час. Максимальная скорость автобуса здесь принудительно ограничена 60 км в час. Как одна из мер безопасности. Сделано так, что водители, механик не смогут это отключить, либо изменить. Ярко-желтый цвет, маячки, громкая связь. Обязательные условия для транспорта, перевозящего детей – выдвижная ступенька. Она легко выдержит нагрузку в 300 кг. Даже пятеро, я думаю, школьников станут. Ничего с этой ступенечкой не случится. В настоящее время МАЗ ежемесячно выпускает около 30 таких автобусов. Их поставляют как на внутренний рынок, так и за рубеж. Продвигаем этот автобус на рынок Российской Федерации. Мы рассматриваем его как основной для рынка сбыта вообще нашей автобусной техники. Также и на рынок Украины. В перспективе данный автобус также будет использоваться на рынке Республики Казахстан. Конструкторы намерены совершенствовать эту модель автобуса, чтобы выйти на европейский рынок. Обещают выпускать машины с двигателем «Мерседес» и с автоматической коробкой передач. Легковой автомобиль с тремя малолетними детьми вспыхнул в Рогачевском районе. ЧП случилось в деревне Юдичи. Горящее авто заметили соседи и вовремя вызвали спасателей. К счастью, детей удалось спасти. Мальчики 4 и 3 лет не пострадали. А вот их полуторагодовалая сестра с серьезными ожогами доставлена в реанимацию. Что привело к ЧП? Халатность взрослых или детская шалость выяснял наш корреспондент Александр Добриян. Житель Юдичи припарковал свой автомобиль возле дома, снял клемму с аккумулятора, однако оставил в салоне трех малолетних детей. Спустя 10 минут автомобиль горел открытым огнем. Двое старших мальчиков сумели выбраться из салона сами. Однако их полуторалетняя сестренка осталась в огненной западне на переднем сидении автомобиля. Видела, как загорелась машина. У него окно было видно. Сразу пришел дымочек светленький, а тогда черный-черный дым. Повалил прямо на мой сарай и на дворную хату мою. Соседи вызвали спасателей и сами поспешили к месту пожара. К этому времени родители уже извлекли девочку из горящей машины. Прибывшая на место скорая медицинская помощь доставила ребенка в реанимацию Рогачевской районной больницы. У нее около 15% ожогов. Это правая нога, правая рука и правая половина лица. Состояние тяжелое для детей. Процент ожога на год жизни это уже много. Хотя девочка достаточно стабильная. Сегодня после обеда реанимобиль доставил ребенка для дальнейшего лечения в Гомельский областной ожоговый центр. А тем временем специалистам еще только предстоит выяснить причины произошедшего. Пожар произошел в салоне автомобиля. Либо это брошенный окурок владельцам автомобиля, либо, может быть, дети со спичками игрались. В общем, следствие установят. Этот случай еще раз доказывает прописную истину, что оставленные без присмотра дети, будь то в доме, в машине, либо гуляющие на улице, не находятся в безопасности. В любой момент с ними может случиться беда, а виноваты будем мы, взрослые. Кстати, соседи говорят, что трагедия в этой многодетной семье могла произойти и раньше. Всю зиму их дом отапливался электрообогревателями. Причем подключение к линии электропередач было выполнено опасным кустарным способом. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. А по Могилевской области прокатилась целая серия автопожаров. Три машины пламя уничтожило ночью в областном центре на стоянке. Причины ЧП устанавливаются. Еще одно авто сгорело в Бобруйске возле частного дома. Оно уже полностью полыхало к моменту приезда пожарных. Авто ремонту не подлежит. Эффект бабочки. Ремонт столичного проспекта независимости вновь парализовал движение в городе. Заторы уже стали суровой реальностью. Возмущению водителей нет предела, так как укладка асфальта не прекращается даже в час пик, когда городской трафик особенно напряжен. Ой, плохая дорога. Пробки, пробки, все пробки. Утром я потратил 50 минут, чтобы доехать от Гвардейской до Волочков. Обычно это занимает 25. В центр города это вообще невозможно ездить. Так что плохо. Госавтоинспекция пытается распределить транспортные потоки по другим улицам. Движение периодически ограничивается по проспекту Победителей от проспекта Машерова в сторону центра, а также с улицы Московской. Госавтоинспекция постоянно отслеживает ситуацию. И как только ситуация становится заторовой, нам приходится ограничивать движение на прилегающих территориях. Это со стороны Западного моста, со стороны улицы Свердлова и со стороны проспекта Победителей от перекрестка с улицы Машерова. Как только ситуация нормализуется, мы открываем движение. То есть это постоянно такая интерактивная работа по мере необходимости. Такие работы будут проводиться и завтра, потому что будет закрываться следующий участок от почтанта до Западного моста со стороны Костёва. Ремонт проспекта Независимости продлится до начала июля. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистам следует учитывать дорожную обстановку при выборе маршрута. Беларусь и Китай активизируют сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов. Об этом шла речь сегодня в Минске на встрече председателя комитета госконтроля Беларуси Александра Якобсона с заместителем руководителя бюро по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Народного банка Китая Лю Джин Мина. Для Беларуси очень важен и полезен опыт Китая в деле финансового мониторинга. Финансовые разведки постоянно контактируют, тесно взаимодействуют на национальном и международном уровне. Сотрудничество между финансовыми разведками Китая и Беларуси очень тесное, поэтому мы активно взаимодействуем и согласуем наши позиции в рамках евразийской группы. Вторым направлением нашего взаимодействия является разработка схем отмывания денег и финансирования терроризма. Существует рабочая группа. Представители финансовых разведок Беларуси и Китая принимают активное участие в разработке этой группы. Находящаяся в нашей стране делегация Индии во главе со спикером Палаты парламента Мэрой Кумар встретилась сегодня с представителями индийской общины в Беларуси. Наши страны связывают тесные гуманитарные и культурные связи еще с 30-х годов прошлого века. В то время, например, посмотреть белорусские земли приехал известнейший с мировым именем индийский писатель, поэт, композитор, художник и общественный деятель Рабин Дранат Тагор. К слову, организация «Беларусь и Индия» была создана одной из первых в составе Международного дома дружбы. Сегодня здесь организовали праздничную программу с песнями и танцами. Наши посольства и государства, белорусские государства, они очень честно дружат и очень честные и теплые отношения. Но здесь даже разговора нет. Как и у меня, для меня, Беларусь – это как родная страна. Я даже не отличаю Индию и Беларусью. Ошибка на 200 миллионов рублей. Милиция ищет мужчину, который из-за невнимательности кассира увеличил свои накопления в 10 раз. Клиент решил обменять 2300 долларов на белорусские рубли. По ошибке кассир выдал ему сумму, равную 23 тысячам долларов – почти 200 миллионов рублей. Через несколько часов банки выявили недостачу. Сначала мужчину пытались найти собственными силами, но уже в понедельник обратились за помощью в Центральный РУВД Минска. Сотрудники уголовного розыска сейчас по данному заявлению проводят всестороннюю проверку. Рассматриваются различные версии произошедшего. И выводы еще пока окончательные по данному факту не сделаны. В том числе проверяются показания и самого кассира. И проводится ряд мероприятий на установление вот этого мужчины, на установление людей, которые были рядом в тот момент, стояли в очереди. Мы обращаемся ко всем, кто может нам помочь установить личность этого мужчины. Ну и обращаемся, конечно, к этому мужчине, вернуть все-таки деньги в банк. Меньше двух месяцев назад в Минске уже был похожий случай. Тогда клиент пункта обмена валют менял 600 евро, а кассир по ошибке выдал ему сумму, равную 6000 евро. Через несколько дней мужчина пришел в милицию и вернул лишние деньги. На такое счастливое разрешение ситуация надеется и в этот раз. Ведь если личность клиента не установят, кассиру придется вернуть 20 700 долларов. Удивительное рядом. В Брестский городской парк культуры и отдыха наведалась молодая лосиха. Что вынудило животное покинуть тихие лесные просторы и прийти в шумный город, неизвестно. Лосиха была напугана, кроме того, у нее травмирована нога. Но людей лесная гостья не боялась. Потому работники природоохраны ее поймали, чтобы она не навредила ни себе, ни окружающим. Скорее всего, что лось пришел с поймы Буга, говорили еще в марте месяце, видели в районе Волынки, то, скорее всего, где-то с тех мест он и появился. Вывезем в лес, будет под наблюдением охотоведов Брестского лесхоза. На этом выпуск завершен. Далее столичные подробности итоги дня в 22.30 с Екатериной Забенько. А я прощаюсь с вами. Хорошего вечера.